Уважаемые пассажиры, всем хорошего полета! Мы взлетаем на высоту 6000 метров, скорость 700 км в час, поэтому предлагаю всем пристегнуть ремни. Всем хорошего полета! С вами заслуженный пилот России Александр Кондратьев. Очень приятно, Саша. А ты не слишком взрослый для того, чтобы в самолетики-то играть, тем более в рабочее время. Да ты что, да ты что, это же страсть. Самолетики, страсть с самого детства. Если бы не телевидение, я бы обязательно стал пилотом и летал бы себе в небе. Угу. Как только ты заговорил о самолетах, я сразу вспомнила, на какой безумной высоте они летают, и меня от этой мысли бросает в дрожь. Я ничего с собой поделать не могу, я боюсь. Да ты что, ну ты что, Саша. Ты просто не распробовал вкус вот этих полетов на самолетах. Кстати, да, Саша Байдачина и сегодня. И Александр Кондратьев, бесстрашный капитан. И надеюсь, что сегодня все страхи твои исчезнут, потому что мы вместе с вами, уважаемые телезрители, празднуем день российской гражданской авиации России. Вот так. И всю программу мы будем говорить только о полетах и о самолетах. Прекрасно. Я честно постараюсь перестать бояться, избавлюсь от своих страхов. Ну и, конечно же, поздравляем всех тех, кто связал свою жизнь с авиацией и кто помогает нам пересекать огромные пространства быстро и комфортно. Ну, кстати, Сашка не одна такая бояка и аэрофобия достаточно болезнераспространенная, то есть боязнь самолетов. И, конечно, тут нужно активно общаться с психологами, которые вас обязательно успокоят, дадут несколько рекомендаций. Одна из которых, они постоянно говорят, что авиаполеты, они всегда безопаснее, чем простая прогулка на автомобиль. Саш, я все знаю, я все прекрасно знаю, но при этом я все равно боюсь, ничего не могу с собой поделать. Так, так, тогда готовься на земле к полету прям. Да, я предлагаю тебе взять пару билетиков в аэротрубу, и там точно все страхи исчезнут, потому что ты будешь сама парить без всякой поддержки над землей, представляешь? Даже посмотри, какие профессионалы, как они это делают, это же целое искусство. И вот, между прочим, перед тобой россиянин Леонид Волков. Он занял первое место на международных соревнованиях по танцам в аэротрубе. Вайнгеймс 2016 в Испании. Я обещаю, обещаю тебе, что я попробую. Но, надеюсь, что в Самарской области не ожидается такого штормового ветра, как в аэротрубе. Какая будет сегодня погода, узнаем из прогноза. 9 февраля в Самарской области малооблачно, без существенных осадков. На севере и западе региона в дневные часы температура воздуха составит 1-3 градуса ниже 0. На востоке и юге также до минус 3. В Самаре и Тольятти днем около 0. В ночные часы столбики термометра опустятся до минус 4 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 2-6 метров в секунду. Оказывается, существует целый свод неписных правил поведения в самолете. Ведь в замкнутом пространстве находится огромное количество людей, и мы должны вести себя по отношению друг к другу корректно. И правило номер один в этом кодексе. Ни в коем случае нельзя приносить с собой на борт скоро портящиеся продукты и еду с сильными ароматами. Некоторые авиакомпании вообще даже никакую еду не разрешают с собой приносить. Ни курочки, ни яичек. Абсолютно. И вот если обед не предоставляет авиаперевозчик, то возьмите с собой снеков, может быть, каких-нибудь сухариков или бутербродиков. Но опять-таки обратите внимание на своих соседей. Им не факт, что понравятся ваши разносолы. Ну, а если вас неожиданно клонит в сон, можете разложить кресло. Но лучше, если вы предупредите об этом пассажира, который сидит сзади. Ведь для него будет неприятным сюрпризом ваш поступок, если вдруг ненароком у него на столике не окажутся какие-нибудь напитки. Неудобно получится. Да, в общем, будьте внимательны к окружающим. И я вам обещаю, что полет пройдет безопасно, комфортно, и все будет хорошо. Саша, а если я лечу куда-нибудь на край земли, там, 18 часов или еще больше в небе, что ж, так и сидеть на кресле скучно же? Ну, я, конечно, тебе дискотеку не обещаю на борту, но есть одно прекрасное развлечение, которое поможет тебе скоротить очень большое количество времени. Это сон. И тут, конечно, самое главное, удобная надувная подушечка. Да, спасибо, капитан, очевидность. Но также можно ввести путевые заметки или, например, изучать регион, ту страну, куда вы летите, на это есть куча времени. Почему бы и нет? И, конечно, не забывайте время от времени разминаться. Даже можно сделать такую групповую разминку прямо в самолете. Ну, а несколько простых движений подсмотрим в нашей рубрике. Всем доброе утро. Сегодня мы с вами начнем нашу очередную зарядку с разминки. Бег в упоре. Присаживаемся на носки, руки перед собой, в упоре, соответственно, стоят. Ноги упрямляем и подтягиваем колени поочередно к груди и ускоряем тэп, то бишь самый бег получается. Все, закончили. Следующее упражнение комплексное будет. Бег на месте. Дальше принимаем упор-присев. Упор лежа. Обратно упор-присев. И выпрыгиваем колени, подтягиваем к груди. Еще раз. Еще два раза. По команде упор-присев. Присели? 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 Еще один? Ну, сегодня это все. Всем хорошего дня. До скорых встреч, пока! Ох, как я горд, как я горд! Мы сегодня говорим о гражданской авиации, пассажирских самолетах, а именно родоначальницей пассажирского авиастроения считается наша страна. Самолет Илья Муромец инженера Игоря Сикорского стал настоящей национальной гордостью. По тем меркам это был великан. Он имел комфортабельный салон, ресторан, отдельные спальни, ванную комнату, отопление и даже электроэнергию. Ну а первый полет он совершил век назад, в феврале 1914 года. Весь 20 век самолеты были одной из визитных карточек нашей страны и не только нашей губернии тоже. Именно в военном Куйбышеве собирали легендарный штурмовик Ил-2, который конструкторы назвали летающим танком, а фашисты черной смертью. В 70-е годы горожане решили увековечить память об этом самолете и установили ему памятник. На постаменте возвышается самый настоящий Ил-2, который нашли в болотах Мурманской области. Машину сбили во время боя в 1943 году. Самолет привезли сюда и восстановили на авиационном заводе. Этот самолет так вписался в наш ландшафт, что весь район этого города называется районом самолета. Где встретимся? У самолета. Хорошо рифмуется с памятником Ил-2, монумент славы. Он установлен в память о людях, которые строили тот самый летающий танк. Продолжаем изучать историю вместе с календарем губернии, конечно. Сегодня 9 февраля. 9 февраля по новому стилю или 28 января по старому 1897 года в Российской империи стартовала первая полная перепись населения. По ее итогам выяснилось, что на тот момент на территории государства проживало около 125 миллионов человек. Инициатором проведения всеобщей переписи был выдающийся русский ученый Петр Петрович Семенов Тяньшанский. Интересно, что император Николай II в графе «Род занятий» указал «Хозяин земли русской». А мужики из деревень при заполнении переписных листов на вопрос об имени и отчестве жены отвечали так «Буду я величать ее, баба так и есть, и нет ей больше названия». Девятый день февраля подарил миру многих выдающихся личностей. Вспомним лишь некоторых из них. Русский поэт-романтик Василий Жуковский. Театральный актер, режиссер, педагог Всеволод Мейрхольд. Легендарный советский военачальник, герой гражданской войны Василий Чапаев. Популярный актер театра и кино, народный артист Советского Союза Борис Андреев. Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. А также актриса театра и кино Дарья Мельникова и другие. А с именинами сегодня не забудьте поздравить Дмитрия, Ивана и Петра. На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста. Праздник получил название «Златоустего огня», потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь, так, чтобы разом занялись все поленьи. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину. Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра, это к снегу. Стекла потеют к теплу. А после метели рассматривали сугробы. Если верхушки закруглены, это обещало хороший урожай. Этими и многими другими событиями вошел в историю девятый день последнего календарного месяца зимы. Отличного настроения и удачи во всех начинаниях. Уважаемые друзья, присылайте свои фотографии и видео к нам в группу ВКонтакте. И обязательно станете участником нашей программы. Проверьте. Группа так и называется «Утро губерния», кстати говоря. Ну а сегодня мы смотрим видео из Москвы. Корреспондент газеты «Волжская коммуна» Армен Арутюнов выложил видео флешмобу нашего оперного театра на Павелецком вокзале. А мы напомним, что наш оперный открывал оперу Чайковского «Пиковая дама» в фестиваль «Золотая маска». Смотрим. Павелецком вокзале На каждого из нас яркие кадры воздействуют по-разному. Вот Марина Баркова, например, посмотрела нашумевший фильм «Выживший» и вдохновилась им на брутальный репортаж о выживании в зимнем лесу. Надеемся, все закончилось хорошо. Надели фраг, как положено. На своем любимом автомобиле едете, предвкушаете суперзваный вечер. Автомобиль у вас застрял. Ну, застрял и все. Вам надо продержаться до утра. Прогулка по зимнему лесу, свежий воздух, заснеженные деревья. Вся эта зимняя сказка радует до поры до времени. Представьте себе, что вы оторвались от компании, заблудились или ваш автомобиль отказал посреди заснеженной российской глуши. Городскому жителю подобная ситуация может показаться патовой. Но только не Геннадию Семеновичу Чаурину. Гуру по выживанию в экстремальных условиях недавно гостил в окрестностях поселка Прибрежный. Почетный полярник еще 30 лет назад приобрел бесценный опыт адаптации в экспедиции по Северному полярному кругу. Учился у коренных народов Севера. Затем вопросы жизни и смерти в длительных экспедициях ему приходилось решать самому на практике. Сюда набьется снег, извините, и вам через полчаса будет скучно. Если даже у вас супер ботинки меховые, высокие берцы, через 3-4 часа у вас снег уже растает, и промокнут ботинки, и вам снова станет скучно. Чтобы не было мучительно больно за отмороженные ноги, Геннадий Чурин предлагает верное средство – непромокаемые бахилы из рубашки. А чтобы приблизить к экстремальным условиям, в которых самарские следопыты проходят мастер-класс, бывалый путешественник создает трудности на ровном месте. Открыть до половины. Осторожненько кладите, чтобы они не замокли. Как же мой коробочек? Если кто-то подъединил коробочек, ну теперь, значит, пожалуйста, теперь каждый разбирайте свой коробочек. Ага, все, принятие. Высушить спички, развести костер из сырых дров. Словом, остаться в живых посреди безжизненной зимы. Такова главная задача четырехдневного семинара «Самоспасение без снаряжения», ради которого Геннадий Семенович приехал сюда из Екатеринбурга. Каждый из участников семинара, вне зависимости от возраста, прошел свою школу выживания. Погулять пошел, на лыжах покататься. Лыжи сломал и шесть часов по поясу снегу, скажем так, выбирался долго. По лавинам, по заброшенному этим, вот, на Кузбассе. Спички были, ждал помощь, а помощь как-то вот не приходила. А был бы умнее, и сразу бы окопался, и было бы все хорошо. На розжиг костраги Надий Семенович дал ученикам час, хотя в зимнем лесу дорога каждая минута. Где сушить спички? Самое сухое и горячее место на теле человека – это голова. Группа удалилась от цивилизации на 4 дня, чтобы добыть огонь, построить жилище и научиться принимать жизненно важные решения у общего очага. А главное – получить знания из рук бывалого полярника, которые обязательно пригодятся. А может быть, и спасут кому-то жизнь во время путешествия. Марина Баркова, Виталий Рылеев, Андрей Евдеев. Программа «Отро-губернии» из Красноглинского района. Мне кажется, небо – это одна из самых популярных тем у любого исполнителя. Да, это точно. Наверное, не найдется ни одного автора, который бы не написал песню, где бы фигурировало небо, небесные просторы. Герои рубрики «Грушинское утро» тоже очень часто поют про небо. А если не поют про небо, то они точно думают о небе. И даже если они не думают о небе, то они всегда на высоте. Эти дни так похожи один на другой. Я, наверное, скоро уеду в Воронеж, Напишу тебе адрес нетвердой рукой, Где меня ты найдешь? А потом похоронишь и видишь, Это мой друг, навалилась хандра. Но она не водяра и глотку не сушит. Если в мире главенствуют крики «Ура!», То я буду пытаться беречь свои уши. Не печалься, мой друг, Не моя в том вина, Что я дал слабину там. На каменоломнях, на задворках, Империи пляшет война. Впрочем, даже не наша, Лечь я и не вспомню. Там в Воронеже тишь, Только блики витрин. Здесь меня не смущают Границы отчизны. Я от стольких на свете бежал, Украин, Что в итоге сижу На окраине жизни. И меня не волнует Вселенский вопрос, Для кого я пишу Свою лучшую песню. Ведь когда-нибудь Где-то родится Христос, И, возможно, когда-нибудь Снова воскреснет эти дни. Так похожи один на другой. Я, наверное, скоро Уеду в Воронеж, Напишу тебе адрес Не твердой рукой, Где меня ты найдешь. А потом... А мы продолжаем, друзья. И в нашей студии сегодня Доцент с ГАУ, Кандидат технических наук Александр Владимирович Ивлиев И аспирант с ГАУ Михаил Сергеевич Щербаков. Доброе утро. Здравствуйте. Самара традиционно славится Своими разработками, Космическими разработками Ученые Самарского университета. Впервые в России Мы знаем, начали разработку Внимание, унифицированного блока Маневрирования для наноспутников Формата CubeSat. Расскажите нам... Как ты это выговорила. Да, расскажите, что это такое. В чем же суть разработки? Что это такое? Нам очень интересно. Наноспутники — это довольно новое направление Спутниковых технологий. Дело в том, что совершенствуется Элементная база, И можно в маленьком таком вот масштабе Сделать достаточно большие возможности Спутника. Это гораздо дешевле, быстрее, Может, в университете делать, так сказать, И доступнее гораздо. Ну, вот в нашем университете, На кафедре, Межвузовской кафедре Космических исследований, Вот уже такой спутник первый сделан, И он отправлен на Космодром Восточный. Он принят к запуску, Вот в апреле должен быть запуск. В апреле. В апреле, да. То есть вот Путин приезжал, Говорил, что Ну, не успеете к дню космонавтики, Ничего, но надо запуститься. Там сложности первый раз, Поэтому там, как всегда, Какие-то есть недоработки И прочее на Космодроме. А мы все приготовили, значит. И какие-то возможности открывают перед нами, Вот запуск этого спутника. Ну, значит, будет являться такой базовой платформой, На которой можно будет развивать. Он сейчас в основном отрабатывает технологию, Ну, он там связью будет заниматься. То есть он первый наш спутник, Вот Самарский, который, значит, Полетит в космос, И который должен, так сказать, Проложить дорогу туда. Ну, действительно, прекрасный повод для города. То есть, Михаил, вы, я так понимаю, Принимали участие в создании этого спутника. Кто еще был в группе, расскажите, Как проходила работа. Значит, созданием нашего спутника, Он называет Самсад 218D, D означает демонстратор, Занимается коллектив кафедры, Международская кафедра космических исследований, Институт ракетно-космической техники Самарского университета. Это молодой коллектив. Наша кафедра вообще молода, Ей всего 5 лет. У нас работа над этим спутником Занималось порядка 15 человек. В основном это магистранты и аспиранты. И также занимаются наши преподаватели, Наставники, которые нас ведут К этому спутнику. А сейчас мы занимаемся проектом Под названием блок маневрирования. Это нужно для того, на спутнику. Во-первых, этот блок будет размещаться Вот в этом верхнем маленьком объеме. Формат Кубсат обозначает Формат наноспутников. Наноспутник это космический аппарат Массы меньше 10 килограмм. И можно сделать космический аппарат Из кубика с гранью 10 сантиметров. То есть фактически можно сделать Из такого маленького кубика Настоящий полноценный космический аппарат. Также можно эти кубики И делать не из одного, Из нескольких кубиков Такие космические аппараты. Тем самым увеличивая их возможности. А из какого материала все это делается? Такие маленькие размеры? Это делается из... На самом деле материалы очень простые. Это пластика, алюминий. Материалы используются очень, Может быть, даже не самые, Как сказать, космические. Потому что эти спутники, Они рассчитаны на маленький срок существования. И они намного проще Больших космических аппаратов. И он не будет долгое время Существовать на орбите. Его срок существования Может быть несколько лет всего. Для таких сроков Не обязательно использовать Серьезные материалы для создания. Так возвращаясь к блоку маневрирования. Блок маневрирования нам необходим Для того, чтобы наш спутник Мог совершать на орбите перемещение, маневры. Благодаря этому Увеличивается спектр задач, Которые он может выполнять. И также, если у нас Вообще направление маленьких космических аппаратов, Оно характерно тем, Что используют не один, А группировки космических аппаратов. И для того, чтобы управлять этими группировками, Им нужны активные системы управления. Такой системой является блок маневрирования. И вот это наш первый шаг К такой системе. То есть мы хотим управлять Группировками спутников. Это пока что у нас первая модель, Наша первая ласточка. Но мы планируем как бы расширять их количество И усложнять проекты. Начало. Да, это наше такое начало сейчас К более сложным задачам. Прекрасно. К нам еще приезжал, Рассматривал нашу, так сказать, базу. Меркушкин Николай Иванович. И он поддержал как раз блок маневрирования. Это была его идея, Что нас поддержала область. Что давайте занимайтесь. Выделили нам финансирование. Мы очень благодарны. И действительно до нас дошло. И вот благодаря этому мы сейчас активно занимаемся. И будем делать вот этот блок маневрирования, Который позволит существенно расширить Возможности на нас. Прекрасно. Это здорово. Действительно, проект замечательно. Мы гордимся. Ну давайте немножко пофантазируем. У нас осталось буквально парочку секунд. Вот сейчас начинает вроде готовиться К освоению других планет. Как вы к этому относитесь? И вообще сколько на это времени понадобится? Это очень интересно. Это очень положительно. Вот на Марсе нашли воду, например. Вода это означает, что там есть жизнь. И вообще, что там есть, очень интересно. Но вот, к сожалению, все это упирается Ну как бы материальную базу, так сказать, Насколько у нас хватит. Вот в России надо, в общем, развиваться. Есть все предпосылки. И если у нас будет достаточно материальная база, Достаточно, так сказать, уровень производства И так далее, то это очень интересно. А так уже хочется совершить космическое путешествие. Вот так, на положительной ноте. Заканчиваем наш разговор. Спасибо вам. Спасибо большое. Просто прекрасно. Спасибо. А мы вернемся в студию буквально через несколько минут После выпуска новостей. Доброе утро, губерния. С вами летящий Александр Кондратьев. И Саша Байдачная. Продолжаем праздновать День гражданской авиации Вместе с хорошими новостями. Итак, на прошлой неделе Самарский театр оперы и балета Открыл фестиваль «Золотая маска» в Москве Оперой «Пиковая дама». Мы болеем за наших. И теперь у жителей столицы губернии Появится возможность увидеть некоторые спектакли «Маски-2016». Один из кинотеатров города запускает проект «Золотая маска в кино». Это будут прямые трансляции с фестиваля. И первый сеанс уже состоится 12 февраля. Показывают Донжуана. Приходите. Ну, а мы сегодня говорим о самолетах. Как летать, на чем летать. И как сделать так, чтобы наконец-то было не страшно. Ну, есть у меня для тебя небольшой вариант. Нужно начинать просто с малого. Вот потихонечку летать туда-сюда. Да, как это? Есть такой момент. Самым коротким в мире регулярным пассажирским рейсом является перелет между аэропортами Уэстрой и Папа-Уэстрой на Орк-Нейских островах в Шотландии. Длительность полета составляет всего 47 секунд, представляешь? Ну, а вместе с посадкой, со взлетом, при приземлении, да, я уже говорил об этом, две минуты. Вот там ты можешь хорошенько потренироваться, и уже будешь готова к таким длительным перелетам. Но сначала туда нужно вообще-то долететь, Саш. Ты знаешь, а самым длинным беспосадочным маршрутом в мире считается перелет Сингапур-Нью-Арк. Полет длиной более 15 тысяч километров занимает 18 часов 40 минут в одну сторону и 18 часов 50 минут в другую. Успеешь и поесть, и почитать, поспать, и познакомиться с пассажирами, и даже подружиться. Но я лично туда не ногой. Почти 40 часов в небе нет. Уж извини, Сашечка. Повезло жителям Вены и Братиславы. Между этими городами всего 60 километров, практически так же, как между Самарой и Тольятти. Одна из авиакомпаний решила наладить авиасоединение. Теперь за 10 минут можно совершить самый короткий международный перелет. Нет, Саш, даже такими минимальными короткими маршрутами ты меня не заманишь в небо. Я останусь с тобой, тем более, что у нас очень много интересного, чего происходит. Например, можно заглянуть в лабораторию, на фестиваль в лабораторию молодой режиссуры вместо действия. Так, в общем-то, сделала Татьяна Петна. И сейчас мы посмотрим ее репортаж. Что же там было интересного узнаем. Три кровати и 10 стульев. Вот и все декорации спектакля по мотивам произведения Вячеслава Дурненкова. «Сон, как шепот» – это рассказ о Свете и Юре, которые мечтают открыть собственное дело. В небольшой пьесе множество тем – скупость, корысть, властолюбие и равнодушие, пронизывающее современное общество. Я слышал эту пьесу, как читал сам Дурненков. Мне даже повелось с ним пообщаться. Было фестиваль «Ливановка», как раз, когда он представил эту пьесу. И она мне понравилась. Мы с ним очень долго разговаривали. И когда я увидел, собственно говоря, этот конкурс, я подумал, а что, если не взять именно эту пьесу? Как раз попробовать, потому что это пьеса, которую я знаю, что хотел автор. Зачем и почему? Фестиваль «Место действия» – победитель молодежного форума «Иволга-2015». Идея принадлежит Артему Филипповскому. Самарский режиссер захотел раздвинуть границы привычного. На экспериментальной сцене – современная драматургия. Пьесы Ивана Ворыпаева, Ярослава Полинович и Олега Михайлова прозвучали по-новому. Над спектаклями работали начинающие постановщики. Цель фестиваля заключена в том, что мы хотим показать самарской театральной элите, самарским режиссерам, самарской театральной общественности, что есть молодые режиссеры, которые готовы работать даже в таких условиях лабораторных, показывать свое творчество. И хотим создать театральную формацию в театре, чтобы некое такое объединение молодых режиссеров, актеров, которые работают внутри этой современной драматургии, современных режиссеров, современных постановок. Громким словом в спектакле режиссеры свою пробу пираньи называют. Это скорее читки. Работали в рекордно сжатые сроки. Всего за несколько недель нужно было успеть разобрать сценарий, продумать мизансцены и отрепетировать постановку с незнакомыми актерами на незнакомой площадке. Сложности есть не уйти в игру. То есть вот где эта граница между читкой и между спектаклем. То есть мы делаем не вот прям читку, где актеры, ну такой формат читки, он предполагает, актеры сидят с текстами, читают пьесу. У нас все-таки мы делаем больше эскиз спектакля с какими-то уже наметками, может быть, с какими-то режиссерскими ходами. Но вот где эта грань, чтобы все-таки это осталось читкой, как заявлено, а не ушло там в спектакль, где актеры с текстом ходят. Читка – интересные опыты для актеров. Учить текст наизусть вовсе не обязательно. На сцену можно выходить со шпаргалками. После каждого показа – обязательное обсуждение. О плюсах и минусах рассуждали заслуженные деятели искусств. Любой молодой режиссер в этом, во всем, вот в материалах ищет уверенность в первую очередь в себе. Знаете, когда берешься за что-то, да, другое, и лежит большая часть ответственности на тебе, а для того, чтобы почувствовать творческую свободу, я думаю, что происходит вот такое, да. И потом тот будет молодец режиссер, кто увидит в том, что вас отталкивает по названию «Антикафе» там или иже с ним, увидит что-то настоящее, какую-то серьмягу, которую, в принципе, наверное, все-таки можно оттуда вытащить. Следующий этап фестиваля – продюсерский. Место действия – интернет. Лучшие постановки будут транслироваться в режиме онлайн по всей России. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». У нас в гостях Дмитрий Моторин, видеооператор, и Рамиль Шакиров, пилот квадрокоптера. Доброе утро! Как звучит, да, пилот квадрокоптера? Как давно занимаетесь с емкой с высоты? Да, ну, около года где-то начали. Рассказывайте, как процесс отличается? Ну, мы не спонтанно, конечно же, мы в интернете нашли информацию о том, что появилось такое замечательное устройство, как квадрокоптер. Тогда мы это занимались еще как хобби. Ручки зачесались сразу. Да, конечно, в итоге мы его приобрели и начали немного вникать в это дело. Какие особенности у видеосъемки с высоты при помощи квадрокоптера? Расскажите, как с операторской точки зрения. С операторской так, да? Ну, с операторской точки зрения, да. Какие-то сложности, может быть, бывает. Это если большой ветер, то нельзя будет снимать. Либо препятствия какие-нибудь. Препятствия какие-то. Наденье может остаться застрять. Человеческий фактор здесь роль не играет. То есть 99% это наоборот. То, что он может упасть, а только мог... Ну, погодные условия, понятно. Да. Ну, а так, если безветренная погода, прекрасно. Что позволяет передать какие эмоции, да, видео с помощью квадрокоптера, нежели вот просто с камерой. Да, человек давно тянет его к высоте, посмотреть на мир с высоты. Самолет очень часто все садятся возле окошек. Это тоже можно своими глазами увидеть. То есть тот же самый город, с этой течью полета. То есть такой элемент, что ты как будто сверху смогла. Сверху все видно, конечно, все красиво. Тем более сейчас разрешение идет 4К, Ultra HD, которое очень хорошо передает картинку, все можно разглядеть, все красиво. Вот в таком вот. Ну, то есть это такое, с удовольствием подходит. Ну да, ну как игрушка еще, можно сказать, взрослая такая игрушка, да. Хочется полетать, посмотреть сверху. Не, ну в итоге человек должен понимать, для чего он его берет. Либо как игрушку побаловаться, либо все-таки... Как некий дополнительный элемент для работы, для видеосъемки. То есть... Ну скажите о первом ролике, вообще о роликах, которые вы снимаете с помощью квадрокоптера. Какие там идеи, я не знаю, сюжеты. И вот зачем квадрокоптер именно вам? Это места для съемки. Ну идеи, на самом деле, было очень много. То есть полетать у нас в городе где-то можно где угодно. Это над крышами домов, над деревьями, там в загородном парке очень красиво получилось. Ну то есть такие обзорные экскурсии с высоты птичьего полета. Когда гуляешь по парку, не так заметно, потому что ну все, красиво же, привык к этим кадрам. А когда посмотришь сверху через деревья, колесо обозрения, все видно сверху, очень красиво так вот. Прям классно. А расскажите о процессе пилотирования. Вы обещали нам свести моторчик. Ну я могу, да, запустить мотор. На самом деле очень важный элемент такой подготовка. Потому что как бы ни рекламировали продукт в том, что достал и через минуту ты его можешь запускать, в первую очередь нужно, конечно, его подготовить. То есть это собрать его, посмотреть площадку, откуда-то будешь стартовать. И маршрут полета хотя бы визуально нужно как бы пройти, чтобы ты видел, есть ли в нем препятствия, да. И, соответственно, как говорил Дмитрий, уже смотреть на погодные условия, потому что если сильный ветер, то как бы лучше не рисковать. Да, и плюс, конечно же, из-за безопасности лучше летать, ну где нет скопления там людей. Ну, потому что, извините меня, даже если такой маленький аппарат упадет на голову, это будет и как бы больно. На какую высоту он поднимается? Ну, у него в прошивке стоит ограничение 500 метров. До этого, конечно, люди умудрялись и 1300, и 1500 метров. Ну, то есть, грубо говоря, залететь за облака, да, где очень красивые виды. Да сейчас же, конечно, под запретом, потому что опасно, там, грубо говоря, минимальная высота посадки у самолетов, где-то 300 метров идет и выше, поэтому сейчас, как бывает, все под запретом. То есть, человек должен, соответственно, думать, что поднимая на такую высоту, он рискует, конечно же, столкнуться. С помехи, да. Да, конечно. Давайте сделаем небольшую паузу, обязательно продолжим наш интересный разговор после опроса про Соню. Невнимательные из-за девушек, поэтому сначала надо построить, а потом уже развлекаться, я считаю. Ну, самолеты, сложная техника, дорогая, а девушки. Бусик по-разному, мне кажется. Потому что самолеты – это работа, это деньги, а потом уже для девушек, чтобы подарки покупать. Ну, сначала небо, они считают, летчики, поэтому хотят небо, а девушки потом. Ну, за самолетами следят, и безопасность зависит. Именно от самолетов, а потом уже на крайний план девушек оставляют. Самолет сначала пролетает, а потом он освободится, будет потом и с девушкой. С самолетами проще. Эх, вот пока шел опрос про Соню, пытались завести этот квадрокоптер, но, к сожалению, не находит, да, он спутников, к сожалению, но помигал, немножечко попикал. Попел, да. Ну, на самом деле, он почему запускается, у него стоит GPS на авигатор, где он находится, чтобы видеть, его можно было управлять. Так как студии здесь не видно, а так надо, чтобы хотя бы 6 или 7 спутников поймал, и по ним уже ориентировался и заводился. Ну вот, видишь, не все так просто. А случались ли такие моменты, когда коптер терялся, например? Можно ли его вообще потерять? Нет, есть такое название у коптероводов, так сказать, Fly Away. То есть это улет коптера. Ну, там некоторые говорят, на родину улетел, то есть в Китай. Да, то есть, конечно же, никто не застрахован от сбоя электроники, то есть если он может потерять спустники, может неадекватно себя ввести и куда-нибудь начать улетать. Конечно, защита от этого есть, но неопытные владельцы, они просто теряются, не знают, что сделать, там, вплоть до того, что просто начинают бежать за ним. Ну, конечно же, если там, допустим, он перелетает через речку, как он его поймает, то есть потеря коптеров, конечно, была, но она не так распространена, иначе бы их просто не покупают. Коптер тем временем возвращался к хозяину, он его перепродавал заново, и, собственно, вот такая махинация была. Как вы считаете, нужны ли специальные права для пилотов квадрокоптеров, и, по-моему, существуют, да, какие-то уже именно подвижки законодательные в этом плане? Да, конечно, права нужны, потому что вот сейчас вышел закон, законопроект же вышел, который 22 марта, по-моему, в конце марта вступит в силу, который предписывает, что нужно будет его сертифицировать, регистрировать, ставить на госучет, и, ну, соответственно, владельцы его должны будут получать госудостоверение по доступу к управлению. То есть там будет номер? Как любой, да, литератим. Вас могут заштрафовать за то, чтобы... Если я буду нарушать, конечно же, да. Не, ну, в принципе, это вот законопроект, как бы, создает право и основы, чтобы... Ну, у нас были, грубо говоря, какие-то права, я знал, что мне нужно для того, чтобы летать, что мне нужно, чтобы не нарушать, потому что сейчас это никем, как бы, не контролируется, и человек может делать, грубо говоря, что хочет там. Ну, соответственно, в связи с возможностью проведения террористических актов, наше правительство решило взяться строго за это дело, и вот создали законопроект. На самом деле правильно все это делается. В конце марта идем, значит, получать правду. Да, наклеим значок. Ну, на самом деле, проект еще сырой, поэтому правительство само еще не знает, как это все делается. Ну, посмотрим, будет видно, на 2 марта все побегут. Рамиль, Дим, спасибо вам большое. Спасибо, да. Жаль, что не завелся, но я думаю, будут у нас еще возможности, да, как раз на улице. С вам отличного дня и хорошей съемки. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем нашу программу, и впереди Елена Шишкина «Азбука жизни», в которой она расскажет о первом свидании. Знаешь, Саша, если первое свидание состоится на борту самолета, а ты являешься пилотом, то пройдет оно успешно. Давайте посмотрим. История о прозборе девушки на первое свидание стала хитом русского интернета в этом месяце. Назвать ее новой трудно, а вот актуальной без проблем. Вот и наша героиня Маша сегодня собирается на первую встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в чате. И она прекрасно знает, что даже после нескольких недель переписки первое свидание часто становится последним. Мы спросили нашего эксперта, почему так происходит. Чем больше вы лжи, тем труднее вам будет на первом свидании. Если вы изображаете, то есть, понимаете, вот чем вы естественнее, чем меньше притворяетесь, тем проще жить. Ведь когда мы начинаем изображать что-то, когда мы начинаем притворяться, когда мы пытаемся себя приукрасить, мы же кричим. О, у меня низкая самооценка, я тревожен, я не уверен. И если я вот не буду вот иметь этих достоинств, я ничего не стою. То есть это сам по себе уже психологический феномен. Поэтому чем вы естественнее, чем меньше притворяетесь, тем лучше. Секрет успеха, как обычно, кроется в принятии себя самолом. Конечно, сказать это проще, чем сделать, но другого пути к успеху просто нет. Вы можете совершать ошибки, и это нормально. Вы можете местами быть не очень умны, и это тоже нормально. Когда вы не ставите задачу быть самым сильным, самым храбрым, самым умным и чемпионом вообще в всех отраслях, понимаете? Это не нужно. Вы можете быть не чемпионом, и не красавцем, и не очень большим умником, но при этом чрезвычайно обаятельным комфортным. Когда вы честно будете говорить, когда вы приехали на первое свидание, не на арендованном у друга белом Мерседесе, которого у вас на самом деле нет, и вообще нет никакой машины, понимаете? Вы тревожны, уже беспокойны, потому что на второе свидание вы не сможете приехать ни на какой машине, а вы позиционируете, что у вас нет машины, вообще не любите автомобили, и гаража у вас тоже нет, но человек вы очень славный. Вы можете добиться успеха. Конечно, можете добиться. Конечно, впервые собираясь на встречу с потенциальным партнером, мы стараемся произвести максимально приятное впечатление, тщательно выбираем образ и тему для беседы. Но психологи все-таки настоятельно не советуют целиком придумывать себе жизнь. Обман неизбежно вскроется и не принесет ничего, кроме разочарования. Даже если она успеет выйти замуж, потом наступит разочарование. И все отношения, построенные на лжи, это все равно как дом, прекрасный, построенный на болоте или на песке. Он, наверное, или поздно рассыпется. Справедливости ради надо признать, что желание пустить пыль в глаза рождается не со зла. Как правило, этим грешат люди, не готовые примириться с той реальностью, в которой живут. Больше всего обманывают те люди, у которых низкая самооценка, которые не удовлетворены тем статусом, которые есть. Вот это умение принять себя, есть вообще такое золотое психотропевтическое правило. Основа любого успеха – это принять себя таким, как есть, понять, кто ты и идти в том направлении, которое нужно. Вот основа и фундамент гармонии отношений. А у нас гороскоп, уважаемые друзья, и начинаем с овнов, конечно же. Сегодня они могут страдать от нервозности. И постарайтесь быть терпимее и спокойнее в своем восприятии мира, товарищи овны. Цельцы, ваш жизненный потенциал на высоте, но не пытайтесь прыгнуть выше головы и решить все проблемы сразу. Сегодня это точно не получится. Близнецы, судьба готовит вам сюрпризы на личном фронте. Если вы небольшой любитель сюрпризов, проанализируйте ваше отношение и обдумайте, с какой стороны ждать подвоха. Главное – не нагнетайте. Раки, пришло время смело и ярко выразить себя, пусть даже на собственной кухне. Ваши завтраки давно устали от яичницы. Экспериментируйте. Львы, сегодня вы фонтанируете остроумием. Речь не только о шутках. Ваш острый ум способен выдать парочку смелых идей, поэтому не загружайте его бессмысленными заботами. Девы, отличное время для начала нового цикла работы. Но вторую половину дня обязательно наполните общением. Это прибавит вам моральных сил для новых трудовых подвигов. Весы, сегодня вы можете позволить себе непредсказуемость. Это доставит вам не балл удовольствия. Не бойтесь менять планы. Будут другие под них подстраиваться. Скорпионы, день любви. Раскрытие творческого потенциала и смелых идей. Главное, не идеализировать окружающий мир. Не все сегодня на таком же подъеме, как и вы. Стрельцы, лучше сразу отложить все дела, связанные с расходами. Кошелек на замок. Все остальное общение, переговоры, досуга в любом количестве. Козероги, лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Иначе мысли о проблемах завладеют вашим сознанием. Больше общайтесь и вникайте в дела других людей. Это поможет чуть позже увидеть собственную жизнь новыми глазами. Водолеи, в течение дня вы сможете узнать массу сведений, так или иначе полезных для вашего будущего. Не прозевайте. Рыбы, доверяйте интуиции. Логика сегодня не работает, зато ваш внутренний голос вещает громко и внятно. Наш полет завершился и по доброй традиции давайте поаплодируем мягкой посадочке. С вами были Александр Кондратьев и Сашка Байдачная. Всем пока. Я поняла, Саш, в чем плюс самолетов? Ну, я же тебе говорил, ты проникнешься и найдешь обязательно плюс. Там кормят. Пошли позавтракаем. Благодарим фитнес-клуб Кинапвелнос за помощь в проведении съемок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова